Всем привет, вы на канале Летний, и добро пожаловать на продолжение прохождения игры под названием TES Oblivion. Я... в прошлой серии у нас были, конечно, проблемы технические, которые, собственно, мешали. Чё-то как-то, по-моему, мне кажется, или как-то, ну, очень резко, нет? Не очень плавно. Ну, возможно, мне кажется, потому что я переключил на графику получше, размер текстур добавил, сглаживание там всякое включил. А проблема-то в чём была? В настройках... бля, не, она лагает, по-моему, нет? Да, она лагает, надо немножко перезапустить будет. Короче, в чём проблема была? Что такое, гражданин? И проблема была в том, говорю, что было включено рендеринг, короче, каких-то дальних объектов, текстур, и из-за этого оно, короче, такое делало. Ну, вот, как бы, да. И, ну, как бы, я выключил это, вроде как нормально всё, не вижу никаких глюков. Я не понимаю, правда, зачем это надо было добавлять. Так, симплисия медленная. Хорошо. Так, я не знаю, зачем это надо было добавлять, но они это добавили. Ну, и как бы, такой вот, то есть, и я нету, ещё что там. Давайте я перезапущу, потому что, мне кажется, он лагает как-то. Короче, не знаю, я вроде как... Да, салют, салют. Я попробовал 1702, она как-то мыльная, я не знаю. Хочется чёткости, но как бы чёткости, вот, чёткости-то... Может, графику выключить эту вертикальную синхронизацию, а тут нету выключить, да, её? Я как бы не знаю, потому что, мало ли... Короче, я сейчас поэкспериментирую, как лучше, потому что, мне кажется, так не очень выглядит сейчас, поэтому, да. Короче, я чё-то понастраивал, и смотреть, какое стало темно всё сразу. Я не знаю, может, погода поменялась, но... Я какие-то повключал тени, повключал хуени, и вот это всё повключал. Ну, как-то стало по атмосфере, мне кажется, и я, пожалуй, так и оставлю. То, что картинка мыльная, возможно, где-то местами, то это уже не мои проблемы, потому что меня не вывозят Full HD, поэтому будет у нас просто HD. Так, Карвен, ты кто? Привет. Меня зовут Карвин. Запомни, когда-нибудь я стану богатой и знаменитой. Хорошо. Так, чё по имперскому городу, мне нужно узнать... Я своё не упущу. У жителей этого города много золота. Бери у богатых, раздавай бедным, если ты улавливаешь мою мысль. Ты предлагаешь мне грабить, да? Ты чё? Так, чё по слухам? Мы все говорим об убийстве императора. У нас нет императора и нет наследника. Такого никогда раньше не случалось. Это беспокоит всех нас. Так, ну как-то нет наследника. Наследник-то у нас есть. Я не понимаю. Прощай. Давай, прощай. Короче, я тут перед Сирией, чтобы хернёй не заниматься. А куда я попал вообще? Я сюда, по-моему, не заходил тоже, нет? Так, это кто? Северная сторожевая башня. Короче, я открыл карту, так почитал, посмотрел. Нихера графоний стал теперь. Не, ну такой графоний у меня компьютер вывозит, поэтому... Ладно, это получше, чем было. Гораздо получше стало. Короче, тут по карте у нас... Так, вот эта карта, по-моему, нет. Нет. Вот. Вот тут у нас задание, которое я поставил на странную дверь. Тут ещё конюшня есть. Тут нам, короче, нужно отправляться, скорее всего, в Бравил. А где у нас, собственно, этот... Какие-то задания, которые нам нужно всё-таки выполнять. Доставить амулет. Вот этот вот. Приорате Вайнон. Давайте пока не знаю. Давайте пока просто повыполняем. Где у нас Приорат Вайнон? Конюшня. Так, это не сюда. Здесь у нас что? Бравил. А вот это, наверное, Вайнон где-то тут. Нет, тут тоже... О, как большая карта-то. Так, лагерь Эльс. Замок. Вот Вайнон. Он совсем в другой стороне. Полагаю, мы пойдём сначала в странную дверь. Хотя, возможно, нам всё-таки нужно торопиться и отнести. Короче, ладно. Странную дверь мы, наверное, оставим. Хотя, хрен знает, надо бы сходить, посмотреть. Ладно, давайте сходим всё-таки в эту странную дверь. Она сюда. Нам куда получается? Мы где? Ага, ну нам куда-то вот, куда я смотрю практически, ещё чуть-чуть на... Короче, нам где-то в эту сторону нам бы переночевать, чтобы купить что-нибудь. Так, надо бы у стража спросить, где что тут есть. Так, интересные места. Так, а можно где-нибудь переночевать? Эльфийский трактир в торговом районе. Король и королева в эльфийских садах. Тайбер Септим на Талос Плаза. А таверна всех святых близ храма. Есть также плавучая таверна в портовом районе. Но окружение не слишком симпатичное. Хорошо. Эльфийские сады, по-моему, где-то... Да, я пойду, пойду. Эльфийские сады где-то я вот недавно видел, потому что мы приходили к ним. Не, ну смотри, реально стал атмосфернее. Вот это то, что было до этого, это какой-то бред. И темно, и яркости, в принципе, не надо добавлять. Хотя я не знаю, будет видно на этом... Будет ли видно на видео. Но, возможно, датыпать попробуем немножко добавить. Возможно, и свечение в таком виде было бы... Тоже добавлял какую-то атмосферу, но я не знаю. Так, это что? Купический трактир. Вот, по-моему, здесь он что-то говорил. Тоже можно поспать. А что, все открыто теперь? Хорошо, давайте я... Так, розыск. Так, а можно отключить? Так, велус хоседюс. Что? Так, а постель? У меня есть свободная постель. 20 золотых за ночь. 20 золотых? Э-э-э... Да нет, спасибо. Хорошо. 20 золотых. Чё так дорого-то? Мне сколько? И тебе всего наилучшего. Да, и тебе тоже. А сколько у меня? Где я могу это посмотреть? 40. Я половину потрачу. Так, брать нельзя, наверное, уебут. Я пошла. Я пошла, давайте отсюда. Да, где имперские сады? Чё-то дороговато они, слышь. Так, арена имперского города. Дендрарий. Храмовый район. Портовый. В Портовом тоже, говорил, можно переспать. Так, вот где-то вот сюда надо идти. Давайте пошли. Так, куда? Вот сюда, по-моему, нет? Вельфийские сады. Не, ну реально, атмосфера атмосферная стала. Так, имперский город, зеленые перметы. Это не то. Куда-то вправо. Точнее, влево. Ну, как бы... Мне не принципиально, как называть. Вот эти двери, по-моему, да? Чё? Мне не доводилось бывать там. Но если тебе нужны легкие доспехи, Лучшая защита, это то, что тебе нужно. Пока. Удачного тебе дня. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Короче, тут иногда слышны такие интересные диалоги, что просто невозможно не остановиться. Поэтому почитать довольно-таки интересно. Так, я в Вельфийских садах. Где тут можно переночевать? Вопрос, конечно, гениальный. Подожди, гражданин. Дом Раджана закрыт. Дом Иды Веларман. От... Не. Ой, подожди, не надо. Вот это вот... Вот это мне не надо тут. Так, сохраниться бы на самом деле. Тут закрыто тоже. А где переночевать? Вот тут можно войти. Давайте спросим хоть кого-то. Здравствуйте. Пансион Лютера Брода. Я Лютер. Если тебе нужна постель или еда, обратись ко мне. Хорошо, давайте мне по-по-постели это. Постель. Если у тебя есть 10 золотых, у меня найдется комната на ночь. Договорились? Да, без проблем. 10 золотых это не так много, как 20. Моя комната вверх по лестнице. Первая дверь налево. Так, вверх по лестнице, первая дверь налево. Хорошо. Удачного тебе дня. Спасибо. Точнее ночи, но ничего страшного там нет. Ну, переб... Это правда, что мандил может открыть практически любой замок. Да, ходит слух. Это моя комната, суть по всему. А надо было послушать, что они говорят. А, вот это, наверное, комната моя. Ну да. Так, жрать ничего не буду, потому что мне не позволено. Так, закрой двери. Так, это точно моя комната. Это сейчас зарендовано на поспать, да? Кровать. Да. Можно сесть. Блядь, зачем ты это сделал-то? А можно вот это вот не надо было делать? Ну, я не буду брать тут на... Это красное нарисовано. Я лучше посплю просто. Так, а сколько спать-то? Сейчас 2 ночи. Мне нужно где-то поспать 10. Совершу 8 часов, это сколько будет? Что-то мне, смотри, это 3 часа практически сейчас. То есть, если поспю 8, то я проснусь где-то в 10 часов. Давайте поспим до рассвета как-то 5 часов отдых. Вот. Да, 7 часов 8 практически. Я доволен, я сундук открыл. Ничего нету. Хорошо, давайте выходим. Я поспал, спасибо тебе, мужик, что... Это. Что приютил, так сказать. Что-то я упала, по-моему. Так, а что можешь сделать? Давайте что-то про серого леса узнаем. Это ты вор. Надеюсь, его повесят, когда поймают. Впрочем, он очень скользкий тип. Нищие его глаза и уши. Да. Ну ладно. Так, а что по слухам? Все говорят об убийстве. Это естественно. Вот. Возьми мой экземпляр нового вороного курьера. Можешь оставить его себе. Так, давайте почитаем потом. Хорошо. До свидания. До свидания. Где у вас тут выход? Потому что я немножко запуталась. А, ну да. Такое бывает у меня даже в реальности, потому что я часто путаюсь где что. Так, что там он нам дал? Подожди-ка. Нам он дал какой-то это... Ой, сколько мне записок-то много. Так, записка о броне. Записка о убийстве. Вороной курьер. Экстренный выпуск. Императоры и наследники убиты. Сависта Рейшин принял на себя правление империей. Император Улейл Септим VI, зашедший на престол в возрасте 22 лет, правил империей в течение 65 лет. Неизвестные убийцы лишили его в жизни. В то же время, в других уголках империи неизвестными были убиты и все три сына и наследника императора. Наследний принц Гелдал, 56 лет. Принц Энман, 55 лет. И принц Эбл, 53 года. Расследного аниматива в покушении по поиске убийц начаты. Совет Старейшин, имперская стража и Орден Клинкова в интересах следствия запрещают до особого распоряжения публикацию любых слухов и сведений касательно покушений. Что-то буквы пропадают, мне кажется, нет. Согласно давнему прецеденту, Совет Старейшин взял на себя управление империей, пока не будет коронован новый император. Прямых наследников не осталось, и Совет пока не выдвинул список возможных кандидатов. Канцлер Окато, имперский боевой маг, выступая от имени Совета, призвал гражданам империи сохранять спокойствие и попросил помолиться за упокой души императора и его сыновей. Ранние годы правления императора были благословлены миром и процветанием императрица Каула Ворья подарила своему супругу трех здоровых сыновей, была ему верной спутницей и пользовалась широкой популярностью у народа. Однако императору империи пришлось пережить тяжелое время. Много там еще? Ой, много. Ладно, давайте не будем читать сейчас. Когда-нибудь, возможно, прочитаем, потому что это очень много. Нам бы сейчас по-хорошему пойти в эти непонятные места. Там у нас много заданий, я так полагаю. Вот здесь, да? Замок Бравил. А есть у меня задания по замку Бравил? Обсерватория. Боевого рога, броня для лошади. Мне нет лошади, ничего. Короче, давайте пойдем туда, а там посмотрим, куда мне бы идти. Вот сюда, Южный Восток. Я уже начал немножко ориентироваться. Все нормально, я ничего, я иду по своим делам. Полагаю, нам в эту дверь... Так, еще эта картинка такая, взять ее на привычку как-то. Ну, не знаю, там уже была привычка в любом случае. Поэтому, да. Так, Талос Плаза. Ну, пошли. Вот, пошло, наконец-то, сегодня в нашей серии. Хоть что-то. Хоть что-то мы начали делать, в принципе, и это меня радует. Это не может, конечно же, не радовать. Так, нам сюда куда-то. Ну, я как бы сразу отправляюсь, потому что я не буду задерживаться. Это, что-то он как-то с лесенок падает. Все нормально, я просто иду по своим делам. Как-то он с лесенок, она падает, нелогично. Не, ну, другое же дело, нет? Как-то снизу. А, может, она просто потому что бежит. Но я не хочу без бега ходить. Нам, получается, сюда... А, нет, не сюда. Нам куда-то туда. Правильно иду? Это. Карта. О, как далеко. А что же я буду делать-то? Может, что-то поближе есть? Так, восстановление обсерватории. А этот... Вот это где? Ой, это щуги и так далее. А что тут далеко-то? Так, а как-то... Мне бы как-то уменьшить карту, я не знаю, что ли. Ну, это серьезно далековато, на самом деле. Очень даже. Ну, я даже не знаю. Нам бы сюда как-то, нет? Короче, я пока не понимаю. Тут у нас какое-то задание. А как посмотреть, сколько мне до него? Ну, давайте еще поразбираемся в игре. Я потому что не понимаю немножко, как работает. Это все. И можно понабирать кучу заданий или... Так, это вот открытая карта мною, да? Или я как-то работаю. Это ближняя карта. Так, давайте чуть поближе. Я не знаю, где это. Дверь в Небельской бухте. Это где? Ой, это тоже далеко. Это далеко, но это, в принципе, могло бы быть по дороге сюда. Но как там я проведу, непонятно тоже. Она же не умеет плавать, судя по всему. Так, пещера Глубокое Презрение. Тут какие-то родственники. Ой, это тоже далековато вообще. Но это все по пути, если мы пошли бы. Хорошо, давайте посмотрим еще что-нибудь. Нам бы на самом деле амулет доставить, да и все. Давайте, наверное, так и сделаем. Для начала. Тут как поближе, она же... Ну, поэтому мы даже и доставим этот амулет. Мне куда? Мне где-то сюда, да? Пошли. Я что-то думал, дверь сначала пойдем. Но амулет поважнее, мне кажется. Поэтому не будем особо задерживаться и доставим сегодня, наверное, амулет этот. Мы хотя могли бы его сразу сплавить, как бы. Можно же... Ой, мушку задел. Можно же играть за нехорошего, нехорошую девушку. И женщину, так сказать. Поэтому я не знаю. Ну, я не буду пока делать себя злого гения, да? Что-то выдумывать. Я буду пока играть так, как... Пока, мне кажется, надо. Так, найдено в ВЕ. Что тут гуляешь? Туда-сюда. Поговорить бы с тобой на самом деле. Знаешь, в жизни каждого мужчины наступает момент, когда ему приходится признавать, что он проиграл бой. Что ж, я сражался и проиграл. Кому я проиграл? Кто оказался моим сильнейшим врагом? Только не смейся. Это чертова рыба. Да? Рассмеять ему лицо? Ну, не знаю. Чем могу помочь? Давай посме... Подожди. Помочь? Тогда слушай. Я рыбак. Вернее, был им. Пока одна из этих чертовых рыб-убийц чуть не оттяпала мне ногу. Я добывал их чешую, понимаешь? Да. У меня был контракт с одним молодым алхимиком. Ты не поверишь, сколько он платил за эту чешую. Но в прошлом месяце одна из этих тварей ухватила меня за ногу и лишила меня работы. Но этот алхимик, ему все еще нужна чешуя. Так, а насчет этой чешуи? Что-то дороговато, мне кажется. Может... Этот алхимик так хорошо платил за чешую, что я уже почти скопил себе на безбедную старость. Но теперь я не могу выйти на озеро. Куда мне с такой ногой? А нужно-то всего 12 чешуек. Ты можешь поверить? Счастье было так близко. Из своих странствий я привез несколько интересных вещиц. Если ты отправишься на озеро и принесешь мне 12 чешуек, я не останусь в долгу. Ты ведь поможешь старику, правда? Ну давай, чё бы не взять задание. Так, а где оно у меня? Чешуйки-то? В поселении В.Е., что к северу-западу от имперского города, мне встретился Элвин Мерривальд. Чтобы выполнить заказ клиента, ему нужны 12 чешуек румарской рыбы-убийцы. Он попросил мне добыть их, так как сам уже слишком стар для такой работы. Румарская рыба-убийца это особый подвид рыб-убийц, обитающих в озере Румаре, прямо к северу от В.Е. Так, это у нас синенькое задание, а как его обозначить, чтобы я видел, куда оно? Ладно, я пока не знаю, где это. Я бы хотел посмотреть рыбалка, да? Давайте сразу, наверное, сделаем его. А, так это недалеко, где-то вот тут. Направо получается. Хорошо, давайте пройдём. Найдем таверну Ваунет. Я ещё всё равно вернусь сюда, потому что, как бы, имперский город. Хорошо. Где-то вот сюда мне нужно идти. А, ну вот на этот мостик. Точнее, это не мостик, я не знаю, как это называется, честно говоря. Не, ну смотри, графон прям стал отличный. А как же я рыбу тут достану-то? Вопрос, конечно, тоже хороший. У меня ни удочки, ничего нет. Каким образом я это должен достать? Давайте сохранюсь. Я не знаю, может, корабль? Он не плывёт. Мне кажется, в воду заходить не очень хорошая идея. Но она не умирает. А, подожди-ка, я вижу, 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 вижу. Вижу, вижу. Так, здесь удочка, может, есть какая-то. Золото 10. О, хорошо. Так, золото 10. А как мне это сделать, собственно говоря? Мужик мне не дал ни удочки, ничего. Как мне это сделать? Вопрос тоже хороший. Возможно, мне стоило купить удочку какую-то. Серьёзно, пока не понимаю. Пока не понимаю, давайте осмотримся, что ли. Может, у кого-то здесь куплю. Какие-то башенки непонятные. Ну, вот сейчас мне нравится, на самом деле. Если я в прошлой серии говорил, что ничего не понятно, то сейчас мне нравится. Правда, я не знаю, как словить эту удочку. Эту, рыбу хоть эту. Давайте, наверное, вернёмся в этот, в поселение. Попробую спросить, чё, как. Я обойду вот эти вот непонятные ограждения. Мне они тут мешают просто. Так, а как мне это ловить-то всё-таки? Мужик мне ничего не дал. Может, как-то крафтить надо, я не знаю. У меня ничего нету такого. Лопата, ну зачем? Она мне вряд ли поможет. Так, тут у нас таверна была. Как бы, может быть, возможно, я как-нибудь смогу здесь что-нибудь достать. Хотя бы подсказку. Чё-то темно-то. Так, здравствуй. Удочку бы купить. Пожалуйста, пожаловать в таверну Ваунет. Могу я предложить тебе комнату? Или, может, желаешь вина? Да не, вина пока не надо. В вину упасть и слухи. Так, а чё? Я не помню уже. Приятного тебе путешествия. И береги себя. Хорошо. Я не знаю, как мне, собственно, ловить эту рыбу. Было бы хорошо узнать. Так, может, мужик подскажет. Я не знаю. Ты не знаешь, как мне ловить эту рыбу-то? А, ну, как бы, давайте спросим. Я даже не знаю, что буду делать, если ты не добудешь для меня эту чешую. Я кое-что скопил на старость, но пока недостаточно. Насчёт этой чешуи. А можно как-то... Ага. Где твои сбережья? Да нет, да, как-то... Бляха, я не знаю, как. Пока. А как ловить рыбу-то? Серьёзно, как? Возможно... Ладно. Я думаю, всё-таки, возможно, мы... Таверна Волн, это хорошо. Возможно, как-то вручную... Ну, давайте, ладно. Эф. Забыл немножко управления. Давайте, давайте пропишем этой рыбе непонятной. Я уж, правда, не знаю, где она. Я её и не вижу. А как выплыть наверх? Нельзя. Опасное дело, на самом деле. Я бы таким не занимался. Возможно, нам всё-таки стоит этот... На корабль этот выплыть. Да выпрыгни ты, ну чё ты такая. Только как плыть? Меня же это не обучали. А здесь чё я нашёл? А, золото. И как ты едешь? Блин. А вот это, конечно, задача для меня сейчас непонятная. Так, хорошо, давай посмотрим точно, где это находится. Прям конкретно. Вот где-то вот тут. Но у меня нет удочки. Или есть? А ну-ка, подожди-ка, я чё-то даже не помню. Чё у меня есть вообще? Так, нож, ножницы от мальчика. Это всё не пойдёт. Факел. Да к чему это? Посох. Ну, это тоже не то. Так, вот это я выкину. Это мне не нужно вообще. Ой, зачем ты это надела? Ой, не надо вот это вот. Вот это вот не надо тут светить тут. Сисиками-письками. Как говорится, да? Давай я оденемся нормально. Это не то. Вот это вот. Подожди-ка, а чё у меня сильнее? А, я вот это надел. Давай я вот это надену. Так, не надо надевать всякую херню. А, вот это выкину. Вот это выкину. Кожаный надену. Это выкину тоже. Так, дубинка мне тоже походу не нужна. Ну, какая-то она такая. Хотя её можно продать за три. Зачем она мне нужна-то? Выкину. Больше места будет. Правильно? Правильно. Как поехать? Как поплыть? Ой, бля, мужик, короче, дал мне задание. Я не знаю, что с ним делать. Я откуда знаю, как плыть? Чё пристал-то ко мне, ну? Зачем я ещё взял это задание? Я не понимаю, как его выполнять. Короче, я не знаю. Давай, короче. Пошли к этому. Отнесём. Тут недалеко, в принципе. Поэтому. Почему бы не отнести? Потом уже будем делать, что хотим. Вот и всё. Так, мне куда-то сюда. Или куда? Да, сюда куда-то. Я серьёзно не понимаю, что мне делать с этой рыбой. Её там не видно даже. А плыть я, судя по всему, не могу. Да. Ну да и ладно. Ничего страшного. Не можем сделать что-то одно, делаем что-то другое. Почему этот меч такой неострый, как мне кажется? У оленей, или отец, и кто-то такой. Так, здесь какой-то разрушенный замок, судя по всему. Возможности что-то полезное есть. А, ладно, по дороге вернусь назад. Узнаю, что здесь есть полезного. Ой, по скалам на самом деле не люблю лазить по горам каким-то. Да, это олень. Не люблю по скалам лазить в реальной жизни, потому что, во-первых, высота плохо. Во-вторых, тяжело лезть вверх. Очень тяжело. Но в игре можно и полазить. Ну, гор на самом деле, наверное, красивый, да? Кто знает. Кто знает, я не знаю. Так, а что так далеко-то? Где-то карты, не могу сориентироваться. Ага, ну мы практически идем нормально. Здесь была нормальная тропинка, судя по всему, да? Ну, хорошо, давайте идти по тропинке. А то каким-то лазим непонятным по сорнякам, по вот этому всему. Не, дорога, конечно, у них здесь довольно-таки сложная. Вот такие вот горные тропинки, это довольно-таки тяжело. Чтобы что-то носить, например, домой. Ну, если сверху вниз, то, конечно, нормально. Но тоже, вот такое, если я бы шел, то мне бы, конечно, очень... Что? Ты чё, блядь? Чё пристал ко мне? Чё пристал, блядь? Отъебись. Псина. Я не хотел. Ты сам нарвался. Сам нарвался, я ничего не хотел. Бля, вот скотина какая. Как это я? Не помню, ага. На С. Чё, блядь, пристал ко мне? Собака. Так, найдена форт Эш. Трава в камне застряла. Ну, нормально. Это вполне себе... Так, а чё это за место такое? Здесь кто-то есть? Форт Эш. Подожди-ка, я наверх ещё слажу, чтобы посмотрю, что там есть. Найду, может, удочку какую-нибудь. Это просто какой-то форт, да? Он уже никем и ничем не используется, возможно. Мешок. Морковка. Ну, давай возьму. Я не... Так, здесь пусто. Так, факел. Ну, давай возьму, не знаю. Вдруг пригодится. Коричневая одежда. Вряд ли мне это всё понадобится. Так, здесь какие-то мешки, возможно, драгоценностями, а возможно, и нет. Может, тут кто-то живёт, я сейчас его обворовываю, но меня это мало волнует. Так, это я всё брать не буду, это мне всё не нужно. Я, конечно, понимаю, что еда, но мы можем и где-то в другом месте поесть. Так, ладно. Понимаю, здесь ничего... Чё, кожаные штаны? Да зачем? Короче, я куда-то пошла. Не знаю. Тут ещё наверх есть, получается, у нас. Не, ну мы пока задание делаем. Пока то, пока сё. Осматриваемся, чё здесь да как. Гоблин здесь умер, кто-то кого-то его... Кто-то его здесь... Так, некачественный топаз, изумруд. Вот, это всё дорого, это я всё позабираю. О, серебряный кубок. Сразу награда. Так, это я тоже возьму. Так, тут кто-то гоблинов прям на это... ...порастёргивал. Кто-то уже тут был до меня. Блях, теперь спускаться вниз. А, тут ещё выше есть. Ну давай. Мне кажется, лагает немножко, нет? Золото, золото заберу. Так, шляпка зелёный хла. А вот чешуя. Нихера себе. О-о-о-о-о. Ничего не делал, чешую нашёл. А, подожди, китай, нужна чешуя для меня. Подожди-ка, чешуя. Где она? Разная, наверное, да? Где чешуя? У меня чешуя где-то была. Бляха, немножко непонятно, где это искать. Чешуя. Это она, наверное, да? Сколько ему надо чешуи-то? Двенадцать? А, бля, много. А тут всего лишь пять. Так, а что, больше нет? Сука, а где я найду чешую-то? Мне надо ещё. Мне бы ещё не помешало. Так, ну здесь, судя по всему, больше ничего нету. Давайте опускаться назад. Так, ну смотри, чешую мы нашли. Это тоже прекрасно. А нужно ли это чешуя, я не знаю. Но, подожди-ка, цена. Мне кажется, это не она. Что-то мне подсказывает, что это точно не она. А как я сюда вылезу-то? Вопрос, конечно, отличный. Я как-то сюда вылез, а как вылезть назад? Можно, конечно, здесь спуститься. Мне кажется, она поранится. Так, давайте я серьёзно где-то... А, вот она. Здесь был нормальный проход, а я ищу где-то непонятно где. Короче, опускаемся, идём, относим амулет. Всё. Чешую это я потом посмотрю. Может быть, где-нибудь ещё есть. Так, тут, судя по всему, эти живут, да? Ой, блядь, чё так темно-то? А можно как-то факел зажечь? Факел. Факел, факел, факел. Надо бы разобраться, как-то работать всё. Я бы его поставил, на самом деле, в какой-то этот слот. На семёрку, наверное, поставлю. Подожди-ка, факел, где он? Это точно не оружие. Ну, факел же должен быть где-то у меня. Ножницы, перо. Факел. А давайте его поставим на семёрку. А чё-то не поставился. А, это я опять эту ферню включил, да? Как-то я не помню, уже делается. Да, блядь, опять всё мотать-то. Вот так вот. И? Как его достать? Ага. Хорошо. Это я в какую-то подземелье спустился? Зачем? Ну, ладно. Не очень хорошая, на самом деле, затея. Надо бы сохраниться. Тут ничего нету, в принципе. И зачем я здесь шастаю? Мне, по-моему, ещё рано в подземелье. О-о-о-о. Это прям-таки реально подземелье, да? Блядь, крыса. Блядь, не то. Ф. Сдохло. Всё, нормально. Так, а чё там дальше-то? Блядь, тут подземелье, прям подземелье. Тут ничего нету толкового. Ладно, короче, не будем лезть, куда не надо. Давайте идём отсюда нахер. Чё-то я не подумал, что это подземелье. Я думал, что это какая-то хижина чья-то. А это прям подземелье-подземелье. Великий чё? Лес, а. Опа, это кто? Кто ты? Стой, стой. Ну-ка, стоять, блядь. Я тебя видел. Распойник. Умоляю, у меня нет денег. Ух, сука. Не надо. Блядь, ты чё? Блядь, надеюсь, ты один? Я ещё только разминаюсь, жалкий шмяк. Ах ты, сука, какая. Блядь, он чё так хуярит? На, сука. Блядь, на него огонь вообще не действует. Блядь, ты чё так хуяришь-то сильно? Блядь, разбойников ещё только не хватало здесь. Так, тройка. Четвёрка, вторая. Блядь. Не замахивайся там, нахуй. Сейчас ты умрёшь, подожди, блядь. Куда ты бежишь так, нахуй? Не надо. Блядь. Вот это я встрял в драку, сука. Где он? Ага, бежит. Тихо, тихо, тихо. Мне как-то полечиться, на самом деле. О, блядь. Ай-яй-яй, как болен-то. Я тебя сейчас разрублю, слышишь ты. Я почти тебя убил. Тихо, 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 тихо. Блядь. Ещё чуть-чуть. Ой, блядь, меня добивает, 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 добивает. Слышь? Это не надо. Ээээ, успокойся. Успокойся, блядь. Можно как-то чё-то вызов скелета? А чё это такое? Не надо. А не надо, пока пробовать не буду, потому что не знаю, что это такое. Так, электризующее касание? Не, вряд ли поможет. Холодные прикосновения. Интересно. А где у меня лечение-то? Бутылёк. Хочу бутылёк. А, тут где-то, наверное, да? Бутылёк. Так. Огненный щит. О. Тоже неплохо, но мне кажется, тут не подойдёт. Давайте слабое зелье лечение и ещё. Так, я сейчас буду принять. Ах ты, мразь-то. Всё, доигрался, допизделся. Отмычки. Так, меховая кираса, два. А у меня какая? Подожди, у меня какая? У меня нормальная? Круженая кираса. А это получше, да? Меховая. На 15. А, не, у меня получше. Но она весит меньше. Возьму. И меховые сапоги тоже возьму. Так. Меховой щит. Херня. Булава возьму. А нахуярит булава? Нормально-ка. А чё я застрял-то? А чё застрял-то? Слышь? Отпусти меня. Бля, я застряла. А, перегружены. Понял. А, тогда выкидываю это говно. Так, меховой щит, нахуй. Сапоги. А чё, прям сильно перегрузилось, да? Надо было поесть. Вот и всё. И ничего было бы. И не перегрузилось бы. Так, кусок сыра. Сожру. Лечение. Хорошо. Мало, на самом деле. Чеснок. Так. Головка сыра. Сопротивление пара лечу. Яблоко давайте сожру. Ну, короче, я не знаю. Не очень так полечилось нормально. У, сука. Пёс. Взял меня и сбил. А куда я иду-то? Подожди-ка. Я нормально иду вообще? Это не то. Это тоже не то. Это тоже не то. Так, я развернулась. Сейчас не в ту сторону иду. Ай, пёс, блядь. Собака. Сразу нападать. Разбойник. Посмотри, какой разбойник. Ну. Я что-то и не думал, что в этой серии мы будем с кем-то драться. А это оказывается довольно-таки сложно. Особенно, когда не очень-то сильно запомнил комбинацию, какую клавишу где нажимать и что вообще в принципе делать. А вот надо быть поосторожнее, потому что это лиса. Это вам не хухры-мухры, как говорится, да? Нужно обороняться, нужно себя оберегать. А вот это всякие херни непонятные. Так, это туда, куда я иду. Мне что-то не очень впечатляет. Сейчас, может, опять какие-то разбойники здесь будут. Опять какие-то разборки. И мне это не очень радует. Форма одила. Давайте зайдем. В любом случае, мне кажется, здесь какая-то торговая... А, закрыто, хорошо. Можно, конечно, обворовать, но, блядь, мне кажется, не получится. Так, ну, подожди-ка. Подожди-ка. Во-первых, сохранится. Давайте попробуем. Я даже не знаю, как это работает. Нужно как-то... Блядь, нет. Нет. Ага, я понял. Надо какой-то подобрать момент. Вот был момент, да? Да, блядь, не перескакивай. Да иди, тише посмотришь. Можно автопопытку как-то? А как нажимать-то? Блядь, я не понимаю, как-то работать на самом деле. А, ну, надо попасть, наверное, да? Судя по всему, когда... Опа, нет. Блядь, я реально не понимаю, как это работает. Как-то у меня в прошлый раз один раз получилось это сделать. Может, надо с первой начать? Да, передвинься. Блядь, нет. Не знаю, короче, я не понимаю, как это работает. Походу, я не смогу. А, взламывать. Ну да и ладно. Хрен бы с ними, возможно, мы научимся, я не знаю. Как бы я не ту профессию выбирал, поэтому... Мне бы поставить на самом деле какие-то интересные оружия здесь. У меня же есть дробящие. Вот, например, железную булаву на двоечку какую-нибудь. Она мне и так пустует. Боевой молот на троечку можно поставить. Так, у меня какой меч стоит вообще? Короткий, вот здесь длинный, нормальный. Давайте, наверное, его поставим. Хотя, не знаю, подожди пока. Пока, подожди. Это я на пятерку поставлю. А не, на пятерку нельзя. Бля. На пятерку нельзя было. Ну ладно. На четверку там можно было, на тройку. Вот зачем я это сделаю? Короче, ладно. После серии разберемся, потому что я... Сейчас серию профукаю, и мы ничего не принесем. Так, мы идем к этому. Как он там? Джоффри, да? Суть по всему, да. Так вот, Джоффри, я надеюсь, никакой не предатель на вот это вот все. Мне кажется, не может такого быть слишком... Слишком всего легко. Все так легко не может быть. Так, приорат Вейнон. Полечить бы себя немножко. Спрячем, ведь пока. Так, я приорат Вейнон. Теперь нужно отдать ему лет королей Джоффри. Так, а как убрать... Факел? Так, подожди-ка, факел. Уберись нахер. Вот и все. Так, я в приорате Вейнон. Здравствуйте. Эранор. Эй. Пастух я. Зовут Эранор. А это приорат Вейнон. Так, чё по Джоффри? Если он не спит и не ест, он, наверное, корпит над своими книгами где-то в здании приората. Хорошо. Слухи не буду спрашивать. Да, ещё увидимся. Да, ещё увидимся. А где это? Это приорат Вейнон? Вот это? Вейнон дом. Действительно. Давайте зайдём. Опа. Джоффри? Да. Могу я чем-нибудь помочь тебе? А нет, это приор Мабарель. У меня личное дело. А, я должен поговорить. Давайте. Он наверху. Проходи. Хорошо. Так, на как вот этот, наверное, да? Брат Пиннер. А, нет. Джоффри. Вы Джоффри, да? Джоффри, действительно. Я брат Джоффри. А, брат Джоффри. Император просил меня найти тебя. Император Улиэль? Ты знаешь что-то о его смерти? Да. Он умер буквально у меня на руках. Тебе лучше всё объяснить. И как можно быстрее. Он мне дал... Амулет королей с тобой? Да. Этого не может быть. Дай-ка я взгляну на него. Отдать, давай отдам. Клянусь девятью богами. Это же амулет королей. Да. Кто ты? Откуда это у тебя? Что ты знаешь о смерти императора? Так, сказать в последних словах, да? Давайте скажем. Вот твоя история и невероятна. Я верю тебе. Только странная судьба Уриэли Септима могла вверить твоим рукам амулет королей. Так, во, затвори я врата Обливиона. Давайте сначала парь принца. Принц разрушения, о котором он говорил, не кто иной, как Меруныс Дагон, один из лордов мира демонов Обливиона. Слова императора «Затвори мраморные врата Обливиона» определённо говорят о том, что он предчувствовал угрозу, исходящую от Обливиона. Но все учёные сходятся в том, что смертный мир защищён от Дейдра Обливиона магическими барьерами. Так, а как тогда Обливион может угрожать нам? Я точно не знаю. Только императоры полностью понимают значение ритуала в коронации. Амулет королей очень древний. Сама святая Олесия получила его от богов. Это священная реликвия великой силы. Так, император просил меня найти его сына, да? Я один из немногих, кто знает о его существовании. Много лет назад я служил капитаном телохранителей Уриэля Клинков. Как-то ночью Уриэль позвал меня в свои личные покои. В колыбели там спал новорождённый мальчик. Уриэль приказал мне доставить его в безопасное место. Он никогда ничего не говорил мне об этом мальчике, но я знал, что это его сын. Время от времени он интересовался жизнью ребёнка. Теперь, похоже, этот незаконно рождённый стал наследником трона Септимов, если он ещё жив. Ага, то есть был ещё какой-то сын, которого он спрятал, который был незаконный, да? Хорошо, понятно. И где мне искать его? Его зовут Мартин. Он служит Акатошу в часовне города Квач, к югу отсюда. Тебе следует срочно отправиться в Квач и найти его. Если враг знает о его существовании, что-то невероятно, Мартину грозит страшная опасность. И, пожалуйста, дай мне знать, если тебе что-то понадобится. Мои возможности здесь ограничены, но я помогу всем, чем смогу. Хорошо. Так. Это я ещё могу задать вопросы, да? Ух, как много их всего-то. Клинки, драконьи огни, Баурус. Чупом, ад. Баурус это тот, который был с королём. С императором, да. Мирун из Дагон. Помощь. В своём сундуке я держу кое-какие вещи для странствующих клинков. Возьми там всё, что тебе необходимо. Так, в сундуке, да? Это вот здесь. Хорошо. Так, сундук Джоффри. Дайте посмотрим, что у него есть. Меч двуручный. Стальная клеймора. О, нам бы это, наверное, пошло. 5 урона. Нравится мне. Стрел у нас есть. Я брать не буду, как бы наглеть. Зелье волшебства, передышки, книги, шок. Вот это я возьму. Урон электричеством. Ну, как бы наглеть тоже, не знаю. Это всё можно брать или нет, но как бы я не буду. Хотя тут, наверное, полная... Полная броня. А мы выбрали какого мага? Боевого? Там тяжёлые доспехи есть или нет? Вот это вопрос, конечно. Я что-то не помню. Потому что это всё тяжёлые доспехи, а я не помню, какие я могу носить. Подожди-ка, а есть где-то это... Описано, так сказать. Так, добрая слава в каком-то штрафе. Непонятным. Существ убито 30, людей убито 1. Вот это непонятный какой-то. Так, душ пленено. Куплено лошадей, домов. Так, а как мне посмотреть, могу ли я носить? Так, выносливость. Здоровье. Это всё надо прокачивать будет, естественно. Гильдии. Так, вот. Вторичные навыки. Тяжёлые доспехи у меня есть вроде как, да? По большей части у меня доспехи, как бы, чисто вторичные навыки. Но взять я их могу, потому что они у меня уже плюс-минус побольше прокачаны, чем лёгкие. А чё по лёгким доспехам? Доспеха, да? Они какие тут вообще? То есть защита вот эта прям нормально защищает. Давайте я, наверное, возьму это по ноже железные сапоги. Ой, там же перегруз у меня. Подожди-ка, тут уже перегруз. Подожди-ка, перегруз, это нехорошо. Надо что-то повыкидывать. Сапфир. Не, это всё лёгкое. Надо бы как-то отсортировать это. Так, а можно как-то? Ага. Бляха, боевой молот, он очень тяжёлый. Надо было бы повыкидывать. У меня их много. Так, ржавый, во-первых, выкину. Ржавый железный топор повыкидываю. Два. Так, лук. Так, ржавый кинжал тоже, наверное, пойдёт нафиг. Очень всё тяжело просто. Вот это вот, и я не знаю даже, что с этим делать. Так, ступку я оставлю. Вот это всё я оставлю. Так, это практически ничего не весит. Записки, они лёгкие. Так, дальше всё, ничего такого не весит уже практически. Можем лук ещё выкинуть один. О, я выкинул хороший лук, да? О, как же это всё сильно упало. Так, вот это я выкину тоже, давайте. Стрел у меня полным-полно практически. Булава. Ну, ладно, можно, в принципе, выкинуть. Я не думаю, что она мне понадобится. Так, топор один остался. Длинный меч. Это тот, который я взял, или тот другой? Так, хорошо, давайте ещё возьмём, наверное, вот эта стальная клейма. Клеймара, не знаю, что это такое. Всё равно перегруз, надо что-то выкидывать. Тяжёлые доспехи, наверное, очень тяжело весят, да? Тридцать. Блин. Ну, смотри, какая красота. Так, железные поножи. Что-то они какие-то не очень, если честно. Они не смотрятся. Не. Это, конечно, хорошо. Ладно. Допустим. По ноже. Штаны я выброшу тогда. Надо бы что-то ещё по выбраске. Очень много всякого у нас в инвентаре, и это нам очень сильно мешает. Я даже не знаю, что выкидывать. Как бы, мне кажется, всё важно, но как-то что-то, мне кажется, выкинуть всё-таки стоит. Давай яблоко съем. Так, убийство. Ещё чё-то. Кирка. А, вот у меня много чё ещё набрано. А зачем она мне? Лопаты 4. Тоже выкину, наверное. Кирку. Кирка могла бы пригодиться, но не уверен, что надо. Короче, я практически избавился от груза, но... Всё-таки чё-то ещё немного весит. Мне кажется, просто железная броня, она как-то получше. А я не смогу идти, всё равно перегруз. Ой, перегруз, перегруз. И чё ж делать? Давайте чё-то ещё выкидывать. Чё-то из тяжёлого. Боевой молот, я... Ну, как бы это дробящее оружие, я им буду учиться пользоваться, но... Даже не знаю. Но это тоже хорошее оружие, на самом деле. Так, железный меч длинный. А у меня короткий есть, стальной. А, да, давайте я его выкину. Надену на единичку. На единичку я надену вот этот. На двоечку вот это. На троечку боевой молот, пожалуй. И пока ладно, пока посмотрим, как там, чё там. Давайте ещё магию наденем. Ту, которую мы всегда надевали. На пятёрку. А, на шестёрку у меня лук должен быть, но я его, походу, снял. Короче, я это уже после серии сделаю, всё остальное. Я сейчас могу идти? Да. Не знаю, насколько мне так удобно будет идти с этим всем, что я набрал. Привет, Нордом! Привет, привет! Ладно, у меня задание сейчас какое? Чё по заданию? Поиск наследника, да. Да, действительно. Это у нас где? По карте. Ага. Это далеко. Очень далеко. Я тоже не знаю, где это. Не настолько далеко, но идти есть куда. Возможно, нам стоит какие-то попутные задания даже взять. Но я даже не знаю. Короче, в следующей серии мы этим займёмся. А пока что, ладно. Пока что у нас рассвет. Или закат. Судя по тому, что я вижу, это закат. В принципе, отлично. Справились как раз таки с заданием. Давайте сохранимся тогда. Можно сохранить на тот же слот? Или новое сохранение? А вот давайте вот это сохраню. Перезаписать, да. Вот. Поэтому. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Не забывайте про комментарии. И всем до скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok